Сегодня научиться играть в шахматы в Рязани можно на факультативных занятиях. Такие есть в 75-й школе. Школа самая молодая в Рязани распахнула свои двери 1 сентября и сразу же здесь решили подружить детей с шахматами. Причем среди первоклассников занятия пользуются популярностью. Всего за несколько месяцев уроков дети уже ставят маты. Ага, это у нас за черный, да? Правильно, молодец. Что это за ход? Назови его. Ход назови. Ферзь H4 мат. Правильно, посмотрите. Есть защита? Есть защита? Нет. По современным образовательным стандартам, каждая школа вправе самостоятельно принимать решения об изучении детьми тех или иных школьных предметов. Но введение уроков в шахматы в начальную школу по мнению специалистов могут помочь в изучении других предметов. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка. У детей, играющих в шахматы, уровень успеваемости выше на 40%. Головам ребенка она становится очень тренированной к нагрузкам. И дальше, дальше. В общем-то, та нагрузка сложная, которая в школе дается, они усваивают, ну, я бы сказал, довольно легко. И в институты поступают то же самое. Главная цель нового образовательного проекта, чтобы подрастающее поколение всегда мыслило грамотно и глубоко, как в хорошей шахматной партии. В учебе дети приобретают навыки, которые могут пригодиться и в жизни. В первую очередь, это ответственность за принятие собственных решений. То есть, если ребенок допустил ошибку, то он проиграет партию, и никто ему там, товарищ по команде или кто-то еще, родитель, папа не поможет. Умение просчитывать действия на несколько ходов вперед, это также может пригодиться в жизни. Ну, и такие банальные вещи, как логика, мышление, может быть, усидчивость, концентрация внимания. Профессионалы сомневаются в необходимости обязательного введения уроков по шахматам в школьную программу. Дмитрий Андрейкин – знаменитость в мире шахматного спорта. Гроссмейстер освоил черно-белое сражение еще в детстве, но сегодня не уверен, что шахматы нужны каждому ребенку. Все-таки я против обязательного введения шахмат в школьную программу, поскольку считаю, что у детей и их родителей должен быть выбор, тем более, что зачастую какие-то таланты у ребенка проявляются уже в 3-4 года, и когда он поступает в школу, он все-таки должен каким-то образом продолжать развивать эти таланты, а не обязательно получать что-то новое. Однако ждать прихода в школы профессионалов-гросмейстеров не стоит. Программа обучения для начальных классов в объеме одного академического часа в неделю простая, и она построена таким образом, чтобы учитель любого возраста мог сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть в шахматы. Нужны преподаватели. Именно преподаватели, сами учителя, которые начальных классов. То есть это надо обязательно, чтобы в нашем, допустим, педагогнистете была кафедра в шахматах. Рязанские школьники идею учиться шахматному мастерству восприняли положительно. И с готовностью осваивают шахи, маты и рокировки. Мне нравятся шахматы, потому что там интересно играть, подумать и надо, и поставить мат другому сопернику. Я очень люблю думать, поэтому мне нравится играть в шахматы. И она делает сертифировку, играть в шахматы, ставить мат в шах. Форма их интересная. Какая у тебя любимая фигура? Ферзь. Почему? Потому что ей обычно всегда ставят мат. И если ее потерять, у тебя нет шансов, там 50% шансов поставить мат. Алена, вам мат легально. Спасибо вам за игру. Картина такова, что игра в шахматы напрямую связана с повышением качества образования. В России в 40 регионах играют в шахматы в школе. И эти регионы показывают высокие результаты при оценках. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Картина. Игорь Глотов, телекомпания «Город».